Именно содержание крупнорогатого скота является основой сельского подворья. Сегодня более 400 семей Нижнекамского района держат хотя бы одну корову. Увеличивается количество дворов, где их две и больше. Но такая картина не во всех районах. В Сосновском и Каинлинском поселениях, а также в Красной Катке, поголовье скота заметно снизилось. Продолжая эту тему, хочу ответить на то, что даже семьи с детьми в некоторых поселениях не держат коров, что не совсем подходит к сельскому укладу жизни. Для поддержки фермеров делается много. Различного рода субсидий, сельхозкредитования, федеральные и республиканские программы. В этом году 30 семей, имеющих в личном подворье 5 и более коров, получат бесплатные доильные аппараты. Они достанутся и 11 семьям, вступившим в программу строительства миниферм. В целом перед нами стоит задача и сохранения, и развития рогатого скота, и фермерское хозяйство, ЛПХ, ПВХ, семейные фермы. Все это те формы и направления, которые мы будем поддерживать. Еще одна важная тема – отток сельской молодежи в город. Нужно делать все, чтобы этого не происходило. Ярким примером является семья Семановых из Елантово. Пользуясь различными программами поддержки, фермеры благополучно устроили свое хозяйство. Сейчас, допустим, прийти в сельское хозяйство, где взять землю? Нету таких объемов, чтобы ты пришел и сразу на, пожалуйста, там, 100 гектар работай. Вот такие проблемы. И плюс надо действительно жить этим, работать. Работа на земле – это… На земле может работать только тот человек, который реально любит свою малую родину. Если говорить в целом, то прошедший год для наших фермеров выдался урожайным. Те цифры, которые приводили на депутатской сессии, наглядно это показывали. Сельхозники проделали большой труд, но работы никогда мало не бывает. Сейчас нужно завершить зимовку с кота и провести посевную кампанию. Вадим Струминский, Ренат Харасов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».